У Ирана в этой весовой категории был изначально заявлен другой спортсмен, который отличился тем, что в зале на тренировках показал результаты, значительно превышающие мировые рекорды, 200 килограммов в рывке и 240 в толчке. Но незадолго до начала турнира объявили, что он не поедет на Чемпионат мира, и вместо него поедет другой спортсмен Али Шими. Ну, это не 200 килограммов, но вполне весомо. В мире есть несколько таких атлетов, которые на тренировках какие-то безумные килограммы поднимали. Помнится мне американец в супертяжах 207, да, Патрик Мендес показывал, ну, приехал на Чемпионат мира, и от этих 207, по-моему, ничего не осталось. Ну, чемпионов интернета очень много, а настоящие ребята, вот, все-таки, наверное, где-то на таких соревнованиях должны показывать, на что они готовы. И младший брат, младший брат олимпийского чемпиона Томаш Зелинский также включается в борьбу. Ну, в отличие от брата, Томаш уже долгое время выступает в этой тяжелой весовой категории. Брат выигрывал Олимпиаду в 85 у нас, да? Да, да, обошел нашего Аптия Охадова. Ну, а Томаш выступал у себя дома в Польше. В 2013 году на Чемпионате мира был седьмым, затем в Казахстане также по итогам занял седьмое место. Ну, в общем-то, пока до тройки ему не удавалось добраться. Украина включается в борьбу Дмитрий Чумак. А выступал в прошлом году Дмитрий и... Был как раз за Томашем Зелинский в восьмом. Ну, что ж, убедительно. 171. Начало положено. И теперь, я думаю, мы увидим его минут через 15. Алмаз Утешев. Казахстан. Первое появление на помосте. Ержас Болтаев, один из тренеров сборной Казахстана. Алмаз Утешев в 2013 году на Чемпионате мира был вторым в сумме, третьим в рывке. 175 килограммов тогда поднял Алмаз. Хорошо. Да, ну вот у Казахстана это сильная весовая категория. Алмаз Утешев в прошлом году даже не смог пробиться на Чемпионат мира. Хотя, безусловно, все признавали, что он может бороться за медали. Жасулан Кадырбаев. И Седов. Владимир Седов. Да, да, да. Да. В прошлом году представили Казахстан. К сожалению, Алмаз Утешев не попал в команду. Ну, а в этом году все получилось. Лю Хао. Китай. Видели мы Лю и в прошлом году, но... В любом случае стоит отметить, что нечасто... Встретишь в таких тяжелых весовых категориях, категориях китайцев, ну и, в общем-то, ребят из Азии. Да, ну вот стоит отметить, в больших весовых категориях, как тут немного нестандартно они выглядят по сравнению с другими атлетами. В плане пропорций? Да. Ай-яй-яй, судьи, я думаю, что скажут свое слово. Небольшая ошибка была в локте. Да, веса не взят. Подход потерян, и Лю Хао снова будет выходить. Адриан Зелинский, олимпийский чемпион. Его переход в эту весовую категорию получился не самым удачным. После Олимпийских игр он выступил на домашнем чемпионате мира еще в категории до 85 килограммов. Затем в Тель-Авиве стал чемпионом Европы уже в категории до 94 килограммов. И в Казахстане на чемпионате мира получил нулевую оценку. Тогда 175 в первой попытке не покорились, и два подхода на 176 также были неудачными. То есть в толчке даже не стал Адриан Зелинский выходить, бороться. Как пушинку в первой попытке порвало. Сегодня убедительно, да. Я думаю, не просто так был запланирован переход в эту весовую категорию, потому что спортсмен, в принципе, молодой. Ему, 89-го года рождества, 26 лет. То есть, безусловно, на Олимпиаду в Рио он претендует. Али Хашими, иранец. Смотрите-ка, включился в борьбу. И вот так вот вроде мы не планировали, что он покажет. А вот сразу 7 килограммов прибавил, и все. Он, наверное, сейчас одним из лидеров является. Давайте посмотрим. 173 у нас поднял Адриан Зелинский. Он пока первый. Тягам Заиров также 173 в группе Б. Ну, пока нет расстановки. Чуть позже мы сообщим, кто на каком месте идет. Видимо, что Лю Хао, даже если поднимет, будет лишь четвертым. А расстановка спортсменов уже идет по разнице собственного веса. Ну, получается, простым языком, китайцы тяжелее всех. И 173 в случае успеха его в самый низ отодвигают. А успеха этого и нет. И очень тревожно становится за китайца. Как-то вторая попытка еще хуже получилась, да? Да, возможно, чуть-чуть он где-то перестраховался. Недостаточно. Вложился и не хватило высоты. Ну, следует отметить, что рывок вот у этого спортсмена – это не коронное упражнение. В Казахстане всего лишь 165. Было в активе. Одна реализованная попытка. Ну, а в толчке – 221 килограмм. И Лю Хао уехал из Казахстана с серебряной медалью, между прочим. То есть, что, наверное, давно не происходило. Ну, причина была найдена. Неудача. Майка мешала. Сковывало движение, я думаешь? Ну, сейчас увидим, через минуту, буквально. АПЛОДИСМЕНТЫ Нравится мне, как публика встречает всех ребят, кто повисает на баранке, поддерживает, понимает, что происходит. Нравится. Аплодисменты. ГРУС, ГРУС, ГРУС-ГРУС. ГРУС, 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 ГРУС. очередная баранка китая да как-то последние дни соревновательные что не китаец то нулевой результат обычно не с этим мы привыкли ассоциировать выступление китайской команды томаш зелинский 174 килограмма и уже точно и очевидно что может может стать первым соответственно до 173 килограмма покорились трем ребятам и 174 уже никому откладывает это событие адриан для себя томаш томаш прошу прощения младшенький так зелинский в рывке поднимал самое большое 175 килограммов правда это был чемпионат польши я помню на 75 он где-то ловил но он поднимал их но в казахстане 172 финишировал 174 не смог поднять пель-авиве на чемпионате европы 170 вот да как раз больше на 175 он ходил на чемпионате мира была попытка но неудачная сегодня решили 174 килограмма подойти чтобы не 175 так 174 поднять самые большие стартовые заявки у нас у ауримаса дисболеса из литвы александра венскеля белоруссии и жасулана кидырбаева из казахстана все эти атлеты начнут соревноваться состава 78 килограммов алексей косов и вадим стрельцов со 175 от пятерых мы еще на помосте не видели поближе был заканчивает томас делинский на седьмом месте всего лишь 170 так и алексей косов 175 килограммов первое появление на помосте молодого спортсмена дебютанта чемпионата мира алексей косов россия 175 и уже серьезные килограммы неплохо видно да что лёша чувствует упражнение рывок ну конечно он является очень хорошо рекордсменом россии в этом упражнении да снял алексей косов на чемпионате страны рекорд хаджи мурата акаева 186 был он и после чемпионата россии 187 неплохое начало включился в борьбу безошибочно и теперь уже тренеры будут решать через сколько делать шаг да ну для алексея косова очень важно все три попытки в рывке использовать и постараться именно за счет первого упражнения создать какой-то запас потому что в толчке алексей косов конечно выглядит не так убедительно но знаем мы атлетов которые за счет рывка создавали такой отрыв который в дальнейшем конкурентам было тяжело отыграть стрельцов беларусь тяжело но тем не менее сумел поймать баланс это был сейф за медном повторе я думаю увидим все это как происходило борьба потянуло назад ну сумел выровняться дмитрий чумак украина тоже поднимает ну прям вот все выбегают на помост три уже три участника подняли 175 пока на первом месте из них идет алексей косов он легче и и иранец 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 у нас открывал соревнования и до сих пор еще выходит на помост да ну иранец выступал на чемпионате азии 2015 году больше международных стран на международных стартах не был замечен на чемпионате азии 168 плюс 208 вот такие килограммы поднял в рывке 174 подходил но неудачно сейчас 175 не покорилась не покорилась и иранец у нас 4 пока адриан зелинский сколько 77 до 177 первая попытка на 173 была настолько легкой что можно было и побольше сделать шаг на мой взгляд интересно как затейпирован адриан да хорошо готов андриан зелинский очень-очень уверенно очень легко по прежнему на чемпионате польши 180 это был октябрь и ну я думаю 81 пойдет потому что некоторые на 80 он в разрез с вы Номер 1, 8-0. Вызывали Ауримуса Дитсблеса. На 180, кажется, была перезаявка. Перезаявили, да. Александр Венскель, Белоруссия, не перезаявляет в большую сторону. И заявленные ранее 178 для первой попытки. Высокий парень. Ай-яй-яй. Да, спасения не получилось. Чуть в сторону потянуло. И локоть сыграл. Не самое лучшее начало. Александр Венскель на международных соревнованиях. Самое большое. Поднимал 177 килограммов. Это было всего лишь навсего в апреле 2015 года. В Тбилиси на чемпионате Европы. Не так много. Не так давно. Чемпион мира прошлого года Жасулан Кадырбаев. Казахстан. Интересно будет взглянуть на эту попытку. Ну, на самом деле, выиграл в прошлом году Жасулан Кадырбаев. Для многих неожиданно. Потому что до этого в его активе была только бронза с чемпионата мира среди юниоров. И сразу же золото чемпионата мира. Мы приносим извинения. Небольшие технические проблемы. Давайте посмотрим. Мы пробуем восстановить связь с Хьюстоном. Мы приносим свои извинения за небольшие технические неурядицы. И пропустили два подхода. Венскель из Белоруссии также справился на 178. И Кадырбаев также поднял 178. Это два лидера нашего дня. А вот Тауримас Дисболес не поднял. Да, ну, немного странная тактика у тренеров. У литовцев. Литовской команды. Первые такие звоночки по странности прозвучали в Тбилиси. Когда Дисболес пошел в толчке на 221 килограмм. Хотя ему нужно было идти на меньший вес, чтобы обыгрывать нашего... Ну, совсем нелогичное решение. Правда, для Дисболеса закончилось все неплохо. Он справился с весом. Но лишний килограмм мог сыграть злую шутку над спортсменом. И сегодня начали с неподъемных для себя весов. То есть практически с рекорда. Алмаз Утешев. Что скажут судьи? Чисто. Ну, и возвращается к нам на экран на онлайн табло. Связь полностью установлена с Хьюстом. Проблем нет. Алмаз Утешев с 9-го места сразу передвигается на первое. Его позицию сейчас будет штурмовать Вадим Стрельцов. Так, показывают нам жюри. Что? Ну, я думаю, совещание идет по попытке как раз-таки Алмаз Утешев. Когда я вспомнил про судей. Еще раз опрашивают председатель жюри. Ну, здесь вот попытка была защитной единогласно. А в этом случае, если мне не изменяет память, жюри все-таки отменит попытку, то судейская тройка меняется. Да. Также в президиуме жюри сидит Александр Курлович, двукратный олимпийский чемпион, супертяжеловес из Белоруссии. Ну, наверное, так посматривает на выступления белорусских атлетов в этой рисовой категории. Да, ну вот еще раз нам показали, на чем сосредоточили внимание жюри и судьи. То есть игра локтей была. Ноу-лифт. Выносит свой вердикт. Стоп, стоп. Председатель жюри. Президент, точнее, я правильно сказать. Ялут Аль-Шамри из Ирака. Алексей Ни, да, к сожалению, к сожалению. Ну, не впервые, видим мы, да. В очередной раз вмешивается вторая сила, а может быть и третья. Судьи, наверное, в первых рядах идут. Есть еще жюри. Кто может повлиять как-то на конечный результат, да. Ну, сумятица такая возникла. На самом деле, сейчас все современные соревнования, они полностью автоматизированы. Если раньше какой-то был человеческий фактор. Страдает и Белоруссия. Вот этот сбой, он приводит к тому, что приходится вмешиваться как-то вручную, выносить все эти данные. Но я думаю, сейчас никому не на пользу. Вот такая пауза. Видели мы и Алексей Косов там ходит в разминочном зале. Ну, конечно. Ждет и дисболез. Вроде бы первая попытка неудачная, но, по крайней мере, он почувствовал штамгу. И нужно подходить опять поднимать, пока свежо вот это чувство веса. Стрельцов, Вадим, Белоруссия. И, соответственно, вторая попытка. Да, максимально возможно всем осложнили соревнования. В данном случае конкретно жюри. И, к сожалению, Вадим не вырывает 180. Есть еще одна попыточка. Гизболез. Показывает на свой локоть. Второй человек, кто тоже подрастроился из-за паузы. Ну, возможно, и не только. Да, нет. Ну, здесь опрометчиво, конечно, такая большая заявка для спортсмена. Ну, куда, куда. В Алматы 185 он поднимал, но там с такого разгона он пошел 75-81-85. В Анталье на чемпионате Европы в 12-м году 180 закончил. Ну, ты рискнули? Пожалуйста, результат получите. Так, Адриан Зелинский. 180. 180. 180. 180. 180. не смог поднять и закончил 177 помнишь он выступал египтянин который перешел из более легкой в категории и занял третье место в 77 по моему 69 с олегом ченом нет 77 до перешел он в 77 до мохаммед юсиф да вот махаммед юсиф действительно вот этот переход более тяжелый вес положительно сказался он прибавил практически по 10 килограммов каждом упражнении адриан зелинский категории до 85 в рывке показывал 174 килограмма практически 10 килограммов он набрал египтянин сделал это за год да ну а здесь вот переход в категорию дал прибавку всего лишь в три килограмма для зелинский в рывке очень-очень немного яй как обидно вцепился просто штангу алмаз утешив до на и в итоге неудача всего 172 девятое место вадим стрельцов 180 но у нас так рывок потихонечку подходит концу не так много попыток осталось у спортсмена всех мы уже на помосте увидели лёша косов 181 заказал для второй попытки да неудача вадим стрельцова останавливается на 175 и в общем-то на пятой позиции ниже может быть на одну строчку может спуститься вадим на на повторе было видно очень близко момент истины для дисболиса 180 либо сразу в лидеры либо 0 молодец совладал с собой до отцепился красавец дисболис конечно была у дисболиса попытка на 189 килограммов на чемпионате европы тем временем лёшу кусок вызывают на помост да да рассказывали да и вот похоже чуть-чуть не удержал на самом деле 189 возможно и сегодня дисболис хотел попробовать мировой рекорд а то что давно мы не видели попыток на мировые рекорды так косов алексей косов на помосте обидно обидно есть еще одна попытка в запасе потому что вот поднимай 181 и ты призах уже с медалью сто процентов с медалью потому что осталась одна попытка у белоруса венскеля и две попытки ужас улана кодербаева пока косов на пятом месте на пятом месте ниже он уже не опустится выше подняться сможет александр венскель который пока что 3 в рывке будет пытаться взять первую позицию случае успеха на 181 а у неудачный сейф ну что ж у нас пока лидера время здесь были с 180 алексей косов сейчас будет пытаться с пятого места выйти на первое и гарантированно уехать с медалью по крайней мере вот первом упражнение держать но есть ну что ж молодец алексей косов зацепил медальку до всегда приятно ну что ж мастер рывка он есть мастер рывка любой ситуации все-таки артем акулов ассистирует вчера выиграл чемпионат мира так на всякий случай напомним на для тех кто не смотрел алексей косов тренируется под руководством своего личного тренера сергея дорохина представляет московский регион и ростовскую чемпион мира один остался со своими двумя попытками ну вот пошел 183 хотя 182 приносили ему золото в рывке и пока что косов что все падают у нас назад и белорус падал и кто-то еще вот из спортсменов косов удерживает лидерство ну когда мою время ходила возможно подостыл все-таки все вот эти паузы с отменой попыток это все было после после первой попытки к дырбаева 2 минуты будет у казахстанца чтобы восстановить свои силы очень много неудачных попыток в этой весовой категории до полыхает красным буквально рывок нету ни одного спортсмена кто бы справился со всеми тремя своими попытками у китайца баранка ну и пока такой расклад алексей косов 181 1 а у рима здесь были 180 килограммов второй на третьем месте к дырбаев 178 смотрите у нас какой расклад что спортсмены из группы b со своими 173 килограммами всего лишь 5 уступает призеру плотность результатов по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне ну если к дырбаев сейчас поднимет 183 конечно уже отрыв такой солидный будет тем более все-таки у к дырбаева именно второе упражнение является коронным 229 в прошлом году всего лишь на 4 килограмма меньше мирового рекорда или на удивил удивил уже сулан ну почему-то мне кажется в толчке конечно он возьмет свое но это понятно алексей косов к сожалению не сможет с ним конкурировать точно просто ну давайте все-таки объективно оценивать возможно возможности до алексея если 210 алексей толкнет безусловно это будет успех ну что ж поздравляем россию золотом в первом упражнении и с оптимизмом будем смотреть толчок вот так неожиданно немножко для нас и среди сложилось да так таблица на ваших экранах алексей косов первое место 181 а у римас дисболе 182 место 178 зашел заслан к дырбаев также 178 показал спортсмен из белоруссии александр венский он на четвертом месте давайте немного передохнем и чуть позже вернемся в хьюстон да но он действительно вот непростая ситуация соревнования во втором упражнении в толчке весовой категории до 94 килограммов начинаются алексей косов в первом выходит на помост 200 килограммов но самое главное безошибочно начинают борьбу в толчке ну физически алексей косов готов к весам вот видно что вторая именно вторая часть движения непосредственно толчок немного нестабильно тут наверное не чувствует просто он веса и и в этом случае если спортсмен попадает в правильное движение то фиксируется вес здесь какая-то наверное доля даже везения да вот четкости какой то потому что но физически видно что легко взлетает снаряд запасом хашими и ранец и и и и и и и широкий хват использует египетская техника выполнения ждем заявки иранца для второй попытки алексей косов 210 сразу так вот заявил ну все правильно итоговая сумма образовано я думаю что тренеры так же как и мы примерно понимают что не рискнув здесь уже не получится показать какой то более менее неплохой суммой именно это они делают такой шаг в десять килограммов это несколько непривычная ситуация может быть решили выпустить побольше атлетов посмотреть потом перезаявят и помощь зелинский 205 и и и и и и и а большинство а акс томаши зелинский он 215 килограммов показал еще в лондоне на олимпиаде из последних результатов это те же 215 на чемпионате польши но в прошлом году казахстане 211 финишировал и на 214 попытка была неудачной дмитрий чумак 206 тоже берет дмитрий чумак на чемпионате украины в сентябре месяце двести двадцать шесть килограммов затолкал правда выступал имея перевес небольшой то есть 95 килограммов и 800 граммов весил по категории до 505 али хашими 207 и 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 корявенько вылезая не боятся веса абсолютно но где-то не хватает техники и амуты и силы ну да вчера киану шурастами бросился под мировой рекорд сначала точнее была попытка на 218 но не толкило граммчик накинуть пытался обойти артема акулова две минуты у спортсмена на отдых другие спортсмены будут подходить а больше вес дисболесу на 215 перезаявили ну видимо понравилась им тактика в рывке когда две попытки мило третий взял в этой категории у россии изначально был заявлен наш молодой спортсмен хита хугаев но последний момент поменяли заявку и выставили алексея косова скажем так но какого-то официального обоснования не было говорили что все-таки много стартов было у нашего спортсмена и решили не бросать вот эту мясорубку чемпионата мира а уже вести ближе к олимпийским играм хорошая попытка да молодец ранец справился и закончил свое выступление на этом чемпионате так вот хита хугаев безусловно одаренный парень в прошлом чемпионате мира я думаю мог и нет на чемпионате европы которому наступал впервые получается на международных соревнованиях мог бы стать первым просто банально не хватило подходов последнее слово было не за ним да алексей я очень хорошо помню те соревнования я также был в тбилиси наблюдал это своими глазами очень хорошее впечатление себя оставил хитаг и ты не представляешь насколько сильно он расстроился когда занял второе место в 20 лет сколько хитагу не помнишь ему и 20 нету даже 18 было да на тот момент не нужно расстраиваться абсолютно точно в таком юном возрасте но и вот решили все уберечь выставили алексей косова в принципе уже золото алексей косов взял так что достаточно правильное решение тем временем адриан зелинский вступает в борьбу и фиксирует 208 килограммов смотрим на то сколько он поднимал в категории до на олимпиаде у послал 35 на олимпиаде да наверное был один из лучших его толчков потому что именно попытка в толчке принесла ему золото 211 килограммов ну то есть вот больше чем сегодня да ну в обратную сторону я думаю согнать адриану зелинский уже нереально все-таки набраны 10 килограмм набрать их легче чем сбрасывать и и тут просто увеличивать увеличивать силу не так много времени прошло у нас и алексей косов снова на помост приглашается и уже к весу 210 килограммов но вполне себе приемлемый перерыв в плане времени да не затянуто ну что ж алексею просто нужно поднимать нужно поднимать этот вес понимаем что много поднимаем понимаем что это личный рекорд но если есть амбиции то самое время забрать заявить о них прихватил спину ну всеми своими действиями алексей показывает что есть какая-то проблема связанная возможно с травмой очень аккуратно ходит спускался по лестнице да но и вот к сожалению сейчас такая ситуация что и даже не перезаявишь в большую сторону потому что 211 заявил заявил дмитрий чумак из украины 212 томас зелинский но опять-таки если алексей косов перезаявит большую сторону то эти ребята тоже не исключено что свои перезаявки используют да ну и таким образом алексей снова будет пытаться поднять килограммы нет спина да к сожалению беспокоит ну слышали об этом еще в прошлом году на чемпионате мира среди юниоров что бывает иногда такое у алексея временами да ну что ж печально потому что пока он 12 в толчке и еще не выходила у нас огромное количество отлет 6 человек то есть примерно в районе 18 место финиширует но по сумме он пока второй дмитрий чумак украина 211 килограммов случае успеха он наберет 385 и выйдет на первое место обойдет адриана зелинские поляка просит поддержки на нот ассистенты немного не вовремя начали чистить гриф по идее выпускающий технический контролер не должен был выпускать на помост молодец немного удивил лично меня но на один килограмм больше чем в казахстане поднял в прошлом году 210 томаш делинский 212 подержал его над головой для уверенности так ухты вот это неожиданно левый локоть показалось меня смотреть все четко до левой ходил ходуном ну ходил ходуном это правило мне запрещено было такое легкое движение хотя на усмотрение судьи а судьи усмотрели что ошибка была были мы немного не обозначил я был из него с тобой когда такие элементы просто проскакивали с белыми фонарями все четко немного мы удивлялись что так мягко судят но сегодня видимо другая судейская бригада я согласен с тобой алексей его когда ты предлагал точнее озвучивала свою версию о том что например там когда-то позавчера несколько ну мягкое судейство происходит и как бы но суде взяли за пример именно ну такой примерно критерий да всем более-менее засчитывать при небольших каких-то колебаниях но в зрелищности бы эту атлетика точно выиграла потому что но вот эти вот мелкие элементы которые непонятны не зрителям и да и сами спортсмены тоже в общем-то страдают от этого никому не выгодно ну вот вот итог так же как и алмаз утешив и не смог после этого собраться думаю что внутри томаша буря эмоций сейчас полыхает на младший брат закончил соревнования у старшего еще две попытки и он сразу 220 заявил александр венский неплохо неплохо для начала и александр венский толкает 213 после рывка был он четвертым хороший результат для себя 209 поднимал на чемпионате европы в тбилиси и это пока не является его лучшим достижением на международных соревнованиях на чемпионате беларуси толкал 220 правда с перевесом собственно весе почти в пять килограммов и адриан зелинский на помосте 220 это было так посмотреть на соперников и 214 все-таки выходит в случае успеха он выходит на первое место в толчке и на первое место в сумме пока а 385 и он 3 случае успеха будет 391 не обойдет белоруса по весу ну что ж есть 214 есть лидерство есть еще одна попытка у адриана зелинский самая большая заявка для первой попытки у вадима стрельцова беларуси 220 килограммов на три килограмма меньше планирует начинать жасулан кадырбаев 217 и по 215 ауримас дисболис который сейчас и выходит люхао который забран я забаранил 215 все-таки он ну он является призером чемпионата мира именно в толчке поэтому здесь я думаю тоже включится что он продолжает тактически в своем стиле действовать дисболис и люхао на помосте в развалочку он ходит на самом деле вот для этой весовой категории так видно что это лишний вес даже есть у спортсмена обычно в категории до 94 килограммов еще ребята достаточно подтянутые стройные люхао такой мощный мощный ну что то многовато мне кажется заявили для китайца для первой попытки он сам обалдел насколько она тяжелая может быть хотя 221 221 в казахстане поднимал ауримас даст немного отдохнуть китайцу ауримас и вторая попытка ну может принести первое место в сумме а а ай-яй-яй-яй боюсь я ну судя по всему дали команду еще до того как он зафиксировал снаряд углядели дожим да если бы не вот это вмешательство жюри я думаю все вот эти попытки сейчас засчитывались потому что жюри дал установку ребята считайте жестче и понеслось снова югао зашли ута сейчас что вы у Ага! Эй! 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 Йоу-су-ти, дай-тай-тай-а! Эй! 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 Да! Не хочется на это смотреть, на муки китайского спортсмена. Все-таки, ну, даже, наверное, немного жалко его так бросили. Давай, иди поднимай. И самое интересное, что это вес, в общем-то, китайцу, ну, ничего не дает. И вот еще огромное количество попыток остается у спортсменов, которые не выходили или сделали только по одному подходу. Так, и зал у нас поддерживает Ауримаса Дизболеса, который опять себя поставил в крайне сложное положение. 215, два раза не поднял. И сейчас решающий третий подход. В случае успеха Ауримас Дизболес выйдет на первое место в толчке. И сумму соберет тоже хорошую. Ведь после Алексея Косова он шел на втором месте. Можно сказать, Алексей уже закончил, да, и далек от призов. Ну что ж, ребята, в общем-то, вывели в лидера Кадырбаева, который еще не начинал. Да, то есть золотой и серебряный призеры чемпионата мира уже отстрелялись. Сами, да, отстрелялись. И расклад совсем другой на победу. Теперь, значит, давайте смотреть. Сулан Кадырбаев был третьим. На четвертом месте Александр Венскель. Из Беларуси у него еще две попытки в толчке. На пятом месте Адриан Зелинский, поляк. То есть, получается, вот... Вадим Стрельцов, я думаю, также присоединится к борьбе. И Стрельцов. Примерно вот эти четыре человека сейчас будут разыгрывать уже медали. Небольшой апгрейд у нас такой происходит. Да, ну и Дмитрий Чумак, я думаю, сейчас попытка набрать хорошую сумму. А вдруг кто-то допустит осечку. И опять-таки случай успеха Дмитрий Чумак сейчас выйдет в лидеры в толчке в отдельном упражнении. Ну, для этого нужно поднимать. Ну и по сумме тоже займет пока первое место. Ну, поборолся, поборолся. Поборолся, молодец. Ну, сил не хватило для вставания. Хорошее выступление, четыре попытки из шести. Допустил ошибки только уже в финальных попытках, где какие-то личные рекорды пределы для себя. Давай, давай, давай. А китаец на девятнадцать заявил, смотри. Решил отдохнуть. Причем конкретно отдохнуть. адриан зелинский он сейчас на первом месте 391 но в случае успеха наберет 395 это его последний подход поэтому нужно поднимать сейчас если не поднимет то конечно многие смогут его результат перебить вперед выталкивает с груди олимпийский чемпион и не справляется с весом 218 но пока остается на первом месте 391 да как-то вяленько он перешел в 94 откровенно говоря не произошло той прибавки которая обычно происходит при переходе а и китаец третье появление на помосте двести двести девятнадцать килограммов попытка выйти в лидеры в толчке до последнего усиживает 10 19 получше взял на грудь чем два предыдущих подхода вау я подготовила речь что он отличился из обороны в двух упражнениях сразу здесь на тебе взял судьи посуды засчитывают да заслужил аплодисменты ну вот это наверное неожиданно то есть я бы не стал ставить на то что он поднимет глядя на предыдущие подходы но видимо нашли нужные слова тренеры разминки да и сам он понимает что ну за китай то нужно постоять все-таки действительно такой нестабильное выступление много баранок я думаю вряд ли кто-то ждал от него медали в сумме или обрывке каких-то супер результатов но вот в толчке то точно надеялись от призера чемпионата мира что повторить свой успех так алмаз утешив первое появление 220 фиксирует многообещающий подход думаю я что алмаз будет вести борьбу за награды два к одному засчитали вот это да причиной да вот странно так и алмаз утешил у нас с этим подходом сразу же на первое место поднимается в сумме с 10 стрельцов вагим 220 будет атаковать алмаз утешива причем с запасом атакует да и у нас новый лидер вот так вот белорусы сейчас поборются за награды суммы 395 сумма вадима стрельцова против 392 у алмаз утешива сама с утешива нужно для того чтобы обходить стрельцова поднимать на 3 килограмма на 4 килограмма больше потому что стрельцов легче александр венский мы наблюдаем чемпионат снг да получается так по странам ухты неожиданно раскручивая спортсмена что в рывке вот в левую сторону крутила его штанга что сейчас на грусть стал было движение так сумма венский ли обошелся для 398 килограммов да и давайте взглянем чем ответит чемпион мира прошлого года а мощно-мощно убедительно но пока без такого большого отрыва преследователей когда рыбаев в рывке 178 столько же александр венский ну именно вот это противостояние этих фамилий да пока что как рыбаев легче поэтому даже мне небольшое преимущество в килограмм сейчас есть 230 заявляет алмаз утешив и вадим стрельцов но я думаю так и и александр венский ли то есть они все друг друга пропускают вперед у кого во первом году когда кто-то должен будет подходить но я думаю в первую очередь это александр венский линии вот кто-то толкнет вести 30 килограммов тот и выиграет если никто не справится с этим весом то раскладка останется такой же как она сейчас сейчас это жосуанка дербаев 1 александр венский ли второй и вадим стрельцов 3 слушай интересно я первый раз такой наблюдаю на раскладочка такая вот интересная у нас давайте смотреть угла фиксируя фиксирует над головой до неожиданно алмаз утешив вот так вот ну чтож я все главные козыри оставили для конца и потихонечку начинают выкладывать на помост 234 показывают алмаз следующий подход 240 через 10 килограммов 4 мировой рекорд ну я понимаю но обязательно должна быть попытка и получается остальным ребятам нужно уже ориентироваться на сумму алмаза утешива она сейчас равняется 402 килограммам да уже есть заявка на мировой рекорд и сегодня мы будем с вами свидетелями очередной попытки установления мирового рекорда вадим стрельцов он легче чем алмаз утешив в случае успеха обойдет его но пока что не рекорд ты смотри что происходит сегодня вот это да вот это да ну не дожал хотя локоть и включился в принципе он специально не выпрямлял его вот это борьба у нас на помосте говорила что кто из них поднимет тот и выиграет он пока поднимают все 230 очень много мы удивлялись ильину который 33 толкнула мы на олимпиаде просто в шоке были от таких килограммов а сейчас 230 уже два человека подняли и еще александр венский да и опять таки если он поднимет эти 230 тонн легче всех и по сумме он выйдет на первое место пока он четвертый нет александр лишь тяга не по силам оказался этот вес первый сходит с дистанции александр венский какая сумма получается 398 и 4 всего 4 лертый и сейчас будут среди троицы вот этой кадр баев утешив стрельцов разыграны медали золото серебро и бронза белорусы на 34 да ну-ка что остается у нас кадр баева нужно он имел преимущество над остальными идет на поэтому 31 принесет ему также первое место вес на два килограмма меньше рекорда ильина тяжеловато взял на грудь же слон до загнали к дыр баева конечно и пока что лидером остается в вадим стрельцов у нас алмаз у тешева на помост вводит алексей нида странно что-то он допустил этот момент что на 234 все-таки идут я думаю логичнее было бы идти двести тридцать один и стрельцов бы тоже пошел бы двести тридцать один ну либо успеха а так далее сеней либо держал болтаев ну вот все-таки мне кажется держал болтаев кадр баева уводит на помост ну да сколько там асинец минута 15 я подсказываю как раз держа за до напряжение просто зашкаливает для кадр баева очень-очень важная попытка все-таки вероятность что утешив или стрельцов подниму двести тридцать четыре она не такая большая они двести тридцата подняли на пределе своих лагерев очень сильно а вот кадр баеву поднимать нужного пока третий и прямо сейчас в этой попытке защита титула тяжело снял да ну не похож на себя кадр баев не успел восстановиться пободрее он выглядел нам двести двадцать девять и было очень-очень легко да ну что ж чемпион мира слагает полномочия и уезжает с бронзовыми медалями ну у нас борьба за золото продолжается по две парки алмазу кешева осталось две попытки и в обеих из них будут устанавливать мировой рекорд параллельно выясняя кто станет чемпионом мира ну на грудь ты должен взять и даже этого нет поздравляем белоруссию с чемпионом мира давненько очень давно не было такого не регулярно привозят сильных ребят которые где-то близко или в призах но вот последний наверное арям на был да да ну у них арям на срабаков андем такой чемпионов и утешев останавливается на второй позиции суммой 402 килограмма и уже в ранге чемпиона мира мы увидим заключительную попытку вадима стрельцова кстати говоря вадим стрельцов являлся обладателем рекорда белоруссии 225 килограммов и так пятерочку на мере добавил да неплохо 230 и сейчас 234 поздравляем белорусов поздравляем вадима стрельцова чемпион мира этого года на помосте пытается установить новый мировой рекорд взял на кровь ну друзья мои но близко же было на грудь то вообще легко да чуть-чуть и подтянуть вадиму стрельцову рывок и вполне можно будет бороться за олимпийское золото потому что конечно 175 килограммов маловато откровенно говоря но если он будет каждое соревнование 30 толкать ну да ну 230 это очень и очень серьезно подготовили белорусы сюрприз неожиданно интересно концовка интересная конечно непредсказуемая сегодня фух ну что ж пока у нас показывают результаты и спортсмены готовятся к награждению озвучим необходимую информацию телеканал евроспорт зарегистрирован 4 сентября 2014 года федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 59 264 телеканал евроспорт интернешнл hd зарегистрирован 4 сентября 2014 года федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 59 271 ну что ж итоговая таблица Белоруссия на первом месте и Казахстан второе третье Алексей Косов остановился на седьмой позиции еще раз самое-самое теплое поздравление белорусам, Казахстану с вами работали Иван Захаревич, Алексей Безбородов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...